Валерия Коренная в программе Крылья с чердака Под крики Первого канала Спит население страны, Не ожидая трибунала, Не веря близости весны. Уснул Шекспир под смех комедий, И каждый первый доброход От исчезающих соседей Подсчитывает свой доход. Отцам, хлебнувшим муть баланды, Везде мерещатся враги, А мамы, жертвы пропаганды, Жуют промытые мозги. Чем дальше в лес, тем толще ветки, И тем сильнее их удар. И жалуется сын соседки, Что недоплачен гонорар. А впечатлений вечно мало У всех, сидящих на цепи. Под крики Первого канала Не вздумай думать, Ешь и спи. Заглушая в своей душе Отчаяние песнями, Развратом и водкой, Побредут оторванные От мирного труда, От своих жен, матерей, Детей, люди, Сотни тысяч простых, Добрых людей С орудиями убийства В руках туда, Куда их погонят. Будут ходить, Зябнуть, голодать, Болеть, Умирать от болезней. И, наконец, Придут к тому месту, Где их начнут убивать Тысячами. И они будут убивать Тысячами, Сами не зная зачем, Людей, Которых они никогда не видали, Которые им ничего не сделали И не могут сделать дурного. И когда наберется Столько больных, Раненых и убитых, Что некому будет уже Подбирать их, И когда воздух уже так заразится Этим гниющим пушечным мясом, Что неприятно сделается Даже и начальству, Тогда остановится на время, Кое-как подберут раненых, Свезут, свалят кучами, Куда попало больных, А убитых зароют, Посыпав их известкой, И опять поведут Всю толпу обманутых Еще дальше. И будут водить их так до тех пор, Пока это не надоест Тем, которые затеяли все это, Или пока те, которым это было нужно, Не получат всего того, Что им было нужно. И опять одичают, Остервенеют, Озвереют люди, И уменьшится в мире любовь, И наступившее уже охристианение Человечество Отодвинется опять На десятки, сотни лет. И опять Те люди, которым это выгодно С уверенностью, Станут говорить, Что если была война, То это значит, Что она необходима. И опять станут готовить К этому будущие поколения, С детства Развращая их. Добрый день, уважаемые радиослушатели, С вами Валерия Кореная, За звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала Со своего стихотворения Под крики Первого канала. Следом прозвучал отрывок Из статьи Льва Толстого Христианство и патриотизм. Толстой считал, Что патриотизм Удобная прикрышка, Оправдание для разжигания Бессмысленных войн. Пропаганде Посвящены тома, Написаны сотни статей, Сказано об этом, пожалуй, все. Но, несмотря на это, Ей поддаются. На нее клюют, Как на приманку. Она действует наркотически, И избавиться от ее воздействия Трудно. Но возможно. Мы попробуем суммировать Многое сказанное на эту тему В рамках данной радиопрограммы. Попробуем разобраться в этом На первый взгляд хаосе, А на самом деле В четко продуманной системе Коллективного промывания мозгов. Программу я назвала Критическое мышление пропаганды. Да, одно другому противоречит. Это оксюмарон. И все же, если посмотреть С точки зрения самой пропаганды, То она, как ничто более, Умеет мыслить критически, Но запрещает делать это Гражданам страны. Согласно статистике, Большая часть человечества Давно перестала критически мыслить, Предпочитая верить пропаганде на слово. Ведь в тех самых пресловутых 30% лжи Кроется главное, Что воздействует на мозг. Сам термин пропаганда Произошел от названия Католической организации Конгрегация распространения веры, Созданной Папой Григорием 15-м В 1622 году. На фоне полыхающей 30-летней войны Римская католическая церковь Осознала, что от насильственного Обращения к католицизму В Европе придется отказываться, И что нужен другой подход. Этот подход Должна была воплотить Конгрегация по распространению веры. Весь мир был разделен На 13 регионов, Каждой из которых назначались Специальные представители Папы Римского, Нунции, Основной обязанностью которых Стала пропаганда Христианства и католицизма. Надо было воздействовать На общественное мнение. Речи античных ораторов Были мастерски построены. И все же Тогда термин пропаганда Не часто употреблялся. Зато в прошлом столетии Пропаганда показала себя Во всей красе. Практически вся первая половина 20 века – это либо войны, Либо подготовка к ним. Тогда пропаганда И приобретала свой нынешний вид. Советские и немецкие Пропагандистские плакаты Предвоенного и военного времени Похожи, причем отвратительным образом В обоих режимах Были сходные цели Мобилизовать население На великие свершения. Советские пропагандисты Учились пропаганде У своих врагов. А ключевые методики Введения пропаганды Были взяты на вооружение Всем миром. И отличить настоящее От поддельного, навязанного, Так же, как отличить бренд От подделки, все сложнее. Развитие пропаганды Способствовало распространению В XVI веке Книгопечатания. Но до XIX века Слово пропаганда Имело лишь религиозное значение. Затем она стала употребляться И в чисто политическом контексте. Массово же использовать пропаганду Стали только во время Первой мировой войны Для повышения лояльности Государству и морального духа Граждан. В ход пошли листовки, Стихи, фотографии, Радиопередачи. Тогда же вышла на первый план Роль средств массовой информации. Гитлер полагал, Что основной причиной Падения морального духа И восстаний в немецком тылу И на флоте В 1918 году Была плохая пропаганда. Вскоре этим словом Стали прикрывать Откровенную ложь. Во второй половине 20 века Многие поражались тому, Как легко миллионы людей Верили пропаганде Тоталитарных режимов. Человек убеждал себя, Что так думать правильно. Время холодной войны Стало расцветом пропаганды. Пропаганда научилась Настраивать представителей Одних национальностей Против других. СМИ Доставляли каждому человеку Определенным образом Сформированные стимулы, Которые одинаково Воспринимались Всеми адресатами И вызывали у них Схожие реакции. Человек В принципе уязвим К психологическому влиянию И не способен К рациональному самоконтролю. Изначально предполагалось, Что возможно научить граждан Противостоять пропаганде Как явлению. Но выяснилось, Что процесс Просвещения народа Может занять Слишком много времени, Не гарантируя При этом успеха. А следовательно, С пропагандой Необходимо активно бороться И главным образом За счет Хорошей Белой Контрпропаганды. Но нападающий Всегда сильнее Обороняющегося. Пропаганда научилась Создавать определенные Символические образы, Чтобы учить людей Связывать с ними Требуемые эмоции. Кто же должен быть Тем самым цензором, Который будет решать, Что является пропагандой, А что является истиной. Главным средством Противодействия пропаганде Некоторые ученые считали Просвещение народа И развитие у него Критического мышления. Возможно ли это? Пропаганда преподносит Факты в искаженном виде Или же Частично замалчивает их. Эффективность Обеспечивается И психологическими И риторическими приемами, Которые аудитория Даже не замечает. Если изначально Термин пропаганды Был нейтральным И использовался Для обозначения Массового распространения Информации, То позже он приобрел Уничижительный оттенок И стал ассоциироваться С манипулированием И дезинформацией. Различают белую, Серую и черную пропаганды. Белая предоставляет Относительно Достоверную информацию, Но служит Для подчеркивания Превосходства Каких-либо Идей Или идеологий. К этому виду Принадлежат Высказывания О Национальной гордости. Что это никто не знает, Но звучит красиво. Серая пропаганда Тщательно подбирает Аргументы Для воздействия Эмоций людей. При черной пропаганде Источники Скрываются Или заявляются Ложные, А врага Демонизируют. Сейчас, похоже, Осталось только черное. По крайней мере, Она самая эффективная. На Ниве пропаганды Работают радио, Телевидение, Печать, Искусство, Литература. Факты, Аргументы, Слухи, Полуправда Или ложь. Все идет в ход, Чтобы повлиять На общественное мнение. А еще слова, Жесты, Плакаты, Одежда, Символика, Даже стиль Причесок И рисунки. У пропагандиста Всегда конкретная цель. Он управляет Предпочтениями масс, Чтобы привлечь аудиторию На сторону того, Кто ведет Эту пропаганду, То есть контролирует Мышление И поведение Человека. Если реклама Воздействует На эмоции людей, То пропаганда Воздействует Как на эмоции, Так и на разум Человека. В наше время В ходу Фейковые новости, Обманчивая реклама На выборах, Все это Разжигает вражду, Обостряет конфликты И противоречия В обществе, Пробуждает Низменные инстинкты, Разобщает людей И делает послушными Воли пропагандиста. Технология создания Образа врага Позволяет сплотить толпу И навязать ей Нужные убеждения. Да вы и сами Без меня это Прекрасно знаете, И наверняка У каждого из вас Есть или родные, Или знакомые, Которые Так промыты пропагандой, Что говорить с ними Трудно. Создается Параллельная реальность С перевернутой системой Ценностей, Убеждений И взглядов. Негативная пропаганда Пользуется Низкой критичностью И внушаемостью масс, Которыми легко Манипулировать. На пропаганду Тратятся Огромные средства. Для пропаганды Все жанры Изобразительного искусства Хороши. От театра, Кино и литературы До поэзии И музыки. Всемирно известные Произведения Джорджа Оруэлла, Скоттный двор И 1984 Показывают Варианты Использования Пропаганды В антиутопических Обществах. Новости Стали предвзятыми И фальшивыми. Пропаганда Наиболее эффективна, Когда остается Незаметной. То есть, Если человек Читает Журналистский текст, Будь то В официальных Новостных изданиях Или неформальных, Например, В блогах Или в социальных Сетях, Он не должен Распознавать его Как пропагандистский. Тогда читатель Подвергается Воздействию Пропаганды, Не осознавая Этого. И его мнения Могут измениться Под влиянием Этого. Пропагандисты Контролируют СМИ Прямо Или создают Надежный источник Информации На иностранной Территории. Или же Нанимают Журналистов, Чтобы они Распространяли Их сообщения И манипулировали Людьми На тех самых Иностранных Территориях. Каким же образом Нелепые Лозунги, Человеконенавистенческие Призывы Или просто Абсурдные Утверждения Становятся Убеждениями Миллионов. Историк Тамара Эйдельман Пишет. Немецкий писатель Леон Фихтвангер Автор Еврея Зюса И многих Романов В которых Вскрывается Психология Фашизма В страшном 1937 году И написал Книгу До сих пор Вызывающую Ужас И недоумение У поклонников Его творчества. В Москве 1937 Он восхвалял Советскую жизнь. Понятно, Что ему Показывали Парадную сторону Действительности. Восхищался Сталином. В этом он Был не одинок. Многие Западные Интеллектуалы Видели в Советском Вожде Некий Противовес Европейским Политикам И превозносили Силы его Личности. Но Фихтвангер, Который Так хорошо И тонко Все понимал Про фашизм, Поверил Омерзительному Спектаклю Разыгрывавшемуся В то время В колонном Зале Дома Союзов, Где проходили Публичные Процессы Над Вредителями. А на самом деле Просто готовилось Уничтожение Составлявшее Реальную Или Воображаемую Конкуренцию Сталину. Фихтвангеру Незачем было Врать. Он не остался Жить В СССР И уехал Подальше От фашизма И коммунизма В Америку. И до самой Смерти В 1958 Не высказал Сомнений Относительно Того, Что увидел В Москве. Почему Миллионы Советских Людей, Знавших По крайней мере По газетам И официальной Пропаганде И глубоко Уважавших Тех, Кого судили В колонном Зале, Почему они Этому поверили. Против Бухарина, Каменева И Зиновьева Много лет Велась Дискредитирующая Их компания. Но кроме Них По московским Процессам Проходили И другие Крупные Партийные Руководители, Которые Буквально За пять Минут Превратились Из почтенных Влиятельных Людей В преступников. А что уж Говорить О маршалах, Блюхере, Тухачевском, Егорове Их, правда, Не вывели На открытый Процесс. Но ведь Всем сообщили, Что эти люди, Которых Восхваляли И воспевали Как героев Гражданской Войны, Вдруг оказались Вредителями. Как можно Этому поверить? Конечно, В Германии И в СССР Были и те, Кто не верил Официальной пропаганде И просто Предпочитал Держать язык За зубами, Опасаясь ареста. Но большинство Искренне верило В то, Что им говорили. Во второй половине 20 века Многие поражались Тому, Как просто Миллионы людей, Среди которых Были и далеко Не самые глупые, Попались На удочку Тоталитарных Режимов. Верили, Что кулаков Надо Ликвидировать Как класс. Верили, Что в 1933 В стране, Где только что Умерли от голода Несколько миллионов Человек Жить стало лучше, Жить стало веселее. Верили во вредителей, Взрывавших шахты И ломавших станки. В шпионов, Пробиравшихся В самые далекие Городки и деревни, Чтобы вынюхивать Какие-то секреты. Какие там могли быть секреты. Но история и психология Знают примеры того, Как люди Начинали верить В самые Удивительные вещи. Люди Больше привержены Сильным Установкам. То есть Они более уверены В их правильности. Установка Тем доступнее Для человека, Чем быстрее Она Приходит На ум. И в нацистской Германии, И в сталинском СССР Люди Постоянно получали Некоторые сведения Об их Потенциальных Врагах. Сведения Эти были Лживыми. Но Проверить их Не было возможности. В газетах И по радио, В фильмах И спектаклях Постоянно Сообщалось Об очередном Еврейском Преступлении Или Об очередных Действиях Вредителей О лживости Еврейской Расы Или О троцкистско-зиновьевском Заговоре. У людей Создавалось Впечатление, Что они Все знают О своих Врагах. И эти Враги Жили На той же Улице. Это мог Быть Кто угодно От продавца В магазине До соседа. Доступность Это то, Что Геббельс Подразумевал Под настойчивостью Пропаганды. Он же говорил Худший враг Любой пропаганды Интеллектуализм. Бертран Рассел Британский Философ Говорил Вместо того, Чтобы убивать Своего соседа, Пусть даже Глубоко Ненавистного, Следует С помощью Пропаганды Перенести Ненависть К нему На ненависть Какой-нибудь Соседней Державе. И тогда Ваши преступные Побуждения Как по волшебству Превратятся В героизм Патриота. В каждой Стране Пропаганда Контролируется Государством И представляет Собой то, Что нравится Государству. А что нравится Государству, Так это Ваша готовность Совершить убийство, Когда вам Прикажут. Израильский Министр Иностранных Дел Абба Эван Говорил Пропаганда Это искусство Убеждать Других В том, Во что Сам не веришь. А немецкий Политик Ханс Каспер Считал, Что пропаганда Это искусство Сфотографировать Чёрта Без копыт И рогов. Пропаганда Не обманывает Людей, Она лишь Помогает Им Обманывать Себя, Говорил Американский Философ Эрик Хофнер. Джордж Оруэлл Писал Ежедневно И чуть ли не Ежеминутно Прошлое Подгонялось Под настоящее. А шведский Писатель Стик Ларсон Говорил, Не правда ли Мило, Что нацисты Всегда умудряются Вставить В свою пропаганду Слово Свобода. Олдос Хаксли Английский Писатель Считал, Что философия Учит нас Подвергать Сомнению Даже то, Что кажется Самоочевидным. Пропаганда Всегда может Быть приведен К послушанию. Это просто. Надо только Сказать ему, Что на него Нападают. И при этом Обвинить Пацифистов В отсутствии Патриотизма. И в том, Что они Подвергают Страну Опасности. Это срабатывает В любой Стране. Лев Толстой Писал Нельзя не видеть, Что патриотизм Вовсе Невысокое, А напротив Очень глупое И очень безнравственное Чувство. Патриотизм Есть не что иное Для правителей, Как орудие Для достижения Властолюбивых И корыстных Целей, А для управляемых Отречение От человеческого Достоинства, Разума, Совести И рабское Подчинение Себя тем, Кто во власти. Патриотизм Есть Рабство. Страшно сказать, Но нет И не было Такого Совокупного Насилия Одних людей Над другими, Которые не Производилось бы Во имя Патриотизма. А историк Иван Катаев, Автор самого Известного В начале 20 века Школьного Учебника Российской Истории, В 1907 Году Говорил О войне С Япония С Японии, Но получается, Что и О сегодняшней Войне. Теперь всякий Знает, Что эта война С ее Бесчисленными Жертвами Была Совсем Не нужна Для Отечества, Что ее Затеяла Кучка Сильных Людей, Которые, Прикрываясь Благом Отечества, Преследовали Лишь В свои Корыстные Цели. К несчастью, Это знали Многие Из погибших В бою. Феномен Патриотизма Как массовые Эмоции, Порой Перерастающий В психоз, Исследовал Доктор Исторических Наук Владислав Аксенов. В истории Человечества Эмоциональный Фактор Прослеживается Очень явственно, Говорит он. Особенно Это касается Периодов Кризисов, Когда Рациональное Восприятие Событий Часто отступает На задний план. Накануне Первой мировой войны В Европе Возник такой феномен, Как военная тревога. Ощущение того, Что мир На пороге Большой войны. И очень многие Замечали, Что международная Политика Во все большей Мере Руководствуется Эмоциями. Войны Часто вызываются Иррациональными Причинами. Патриотизм Сегодня пытаются Превратить в некую Политическую Идеологию. Но изначально Это эмоция, Настроение. При авторитарных Режимах, Где сильна роль Цензуры, Патриотическая Пропаганда Более Агрессивна. Далее Во второй части Программы После рекламы Продолжим Говорить О пропаганде И о том, Как с ней бороться. С вами Валерия Кореная На волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь. В эфире Программа Крылья С чердака С вами Валерия Кореная Редактор субтитров А.Семкин Накануне Первой мировой войны Шовинизмом Заболели Практически Все страны От Самодержавной России До Республиканской Франции. Немецкие Интеллектуалы Опубликовали Известный Манифест 93-х В котором Воспевали Величие Германской Культуры Протестовали Против Обвинений Германии В варварстве Выражали Поддержку Политики Имперского Правительства А о культуре Противников Германии Отзывались Уничижительно. В ответ Появились Похожие Письма Английских Французских Русских Интеллектуалов С прямо Противоположными Заявлениями И обвинениями. В России Запретили Исполнение Произведений Немецких Композиторов. Вот Вот выдержки Из русских Дискуссий О патриотизме Разных Времен. Письмо Солдата С фронта В 1916 Году Пишут Свой брат Изведомленным Немецких Противоположен в России, так оно и произошло. Начались великие реформы Александра Второго. Излюбленный прием введения в заблуждение, используемый всеми средствами массовой информации, это серая пропаганда. Например, ученые на основании многолетних исследований установили. Доктора рекомендуют. Источник из ближайшего президентского окружения, пожелавший остаться неизвестным, сообщает. Нет. Какие ученые? Какие доктора? Какой источник? Такая информация в большинстве случаев является ложью. Но ссылки на несуществующий авторитет придают ей солидность и вес в глазах обывателей. Ответственности за ложные сообщения журналисты не несут. Одно из основных правил пропаганды гласит, в первую очередь нужно обращаться не к разуму, а к чувствам человека. Если пропагандистское влияние на человека происходит на эмоциональном уровне, вне его сознательного контроля, никакие рациональные контраргументы в этом случае не срабатывают. Особенно сильный эффект эмоционального заражения проявляется в толпе, где люди взаимно заражаются эмоциями. Одна из интересных гипотез утверждает, что главную роль в этом играет возникновение резонансных колебаний в структуре электромагнитных полей, образуемых человеческим организмом. Человек, становясь частью массы, попадает под власти страстей, утрачивает интеллект, ответственность, становится легко внушаем и управляем. Такие возбудители, как театральность, музыка, песни, помогают в этом. В России сейчас выпустили, как черта из табакерки нацистского вида и манера певца-шамана, именно для заражения толпы особым эмоциональным состоянием, чтобы передать ей соответствующую информацию. Есть такой прием, как градация, когда комментатор повторяет доводы со все возрастающим напряжением. Наш народ терпел, долго терпел, очень долго терпел. Мы терпели голод, бедность, унижение, позор. Мы страдали, долго страдали, очень долго страдали. Доколе? Так он эмоционально заводит слушателей. Добавляется свидетельство очевидцев. Тоже работает прекрасно. В Германии все речи Гитлера сопровождались музыкой из опер Вагнера, оказывающей гнетущее впечатление на слушателей. Тяжелая, сложная. Она создавала ощущение надвигающейся нацистской военной машины, способной раздавить человека и носил угрожающий характер. Нагнетают массовый психоз парады, марши, митинги. Накануне выборов политические партии, как мы уже прекрасно знаем, нанимают в свои ряды популярных артистов, спортсменов, журналистов, писателей, сатириков с посылом «Я эффективен в своей профессиональной деятельности, поэтому буду эффективен и в политике». Это и есть тот самый большевистский лозунг, что любая кухарка может управлять государством. Гитлер утверждал, публика всегда предпочитает поверить хотя бы и на 90 процентов недоказанному обвинению, чем опровержению. Хотя бы оно было обосновано на все 100 процентов. Нацистская пропаганда прославилась и тем, что создавала иллюзию боевой обстановки резким дерганьем камеры и сбиванием с фокуса. Перед камерой бежали люди, слышались выстрелы и крики, и все выглядело так, будто оператор в волнении под огнем снимает реальность. Создавался мощный эффект присутствия, а публика не подозревала, что это всего лишь дешевый трюк. Еще во время Первой мировой войны 1914-18 годов тогдашний военный министр Великобритании Ллойд Джордж сказал, если бы люди знали правду о войне, она была бы прекращена уже завтра, но они ее не знают и никогда не узнают. К информационной блокаде прибегают во время избирательных кампаний. Мы, живущие в Америке, наблюдаем это как никто другой. Видим, как СМИ создают информационный ажиотаж только вокруг нужного им кандидата. А его оппонент лишается возможности высказать свою позицию, ответить на выпады в свой адрес. Или его показывают без звука, сопровождая видеоряд специальными журналистскими комментариями. То есть не ему дают слово, а журналисты рассказывают о нем, комментируют его поступки. Но самый большой эффект оказывают циркулирующие в обществе мифы, слухи и сплетни. Для этого существуют, да, лидеры мнения, которые транслируют эти слухи. Они оказываются более значимыми, чем официальные сообщения СМИ. Как же работает механизм восприятия информации? Решение принять или отвергнуть ее человек принимает не сразу. Сознательно или на подсознательном уровне он ищет совета у окружающих. Прежде всего, у так называемых лидеров мнения его группы. Чтобы сформировать мнение широкой аудитории по какому-либо вопросу, достаточно обработать всего лишь 10% ее членов, лидеров мнения, которые и протранслируют сообщения на массовый уровень. А это политики, представители религиозных конфессий, деятели культуры, науки, искусства, спортсмены, военные нынешние инстасамки. Для каждой категории населения находится свой авторитет. В психологии влияния это называется фиксацией на авторитетах. Люди берут пример с тех, кого они уважают и кто для них является лидером. У человека искусственно создается ощущение себя в меньшинстве. Он становится безинициативным, отдавая приоритет тому, кого он считает представителем большинства. Снижается критичность восприятия. Сбросить бремя авторитета – психологически трудный процесс, требующий мужества и свободной воли. В США на предвыборных митингах республиканцев не встретит демократов. И наоборот, большинство людей выключают радио или телепрограмму, когда слышат передачу в защиту точки зрения, которая противоречит их собственной. Это психологический защитный механизм, который поддерживает в человеке состояние внутреннего равновесия, уверенности в своей правоте, оберегает его от когнитивного диссонанса, то есть травмирующего переживания конфликтной ситуации. Так что пропаганда во время предвыборных кампаний лишь закрепляет уже существующие взгляды, но новых сторонников обычно не приобретает. Вот как психологи описывают процесс усвоения человеком взглядов, несвойственных его мировоззрению. Человек наткнулся на ранее незнакомую информацию, видел что-то интересное и лишь потом узнал, что это написано чужим. Знай он это раньше, не стал бы читать или слушать. А теперь у него пробуждается интерес, и человек уже целенаправленно ищет подобную информацию, а вскоре начинает объяснять мир с иных позиций. Так предубеждение превращается в свою противоположность. Думая, что выработал собственную позицию, он подпадает под влияние другой идеологической системы. Как говорится, пропаганда только тогда обречена на провал, когда она внешне похожа на пропаганду. Поэтому она действует тонко. Чтобы промыть мозги целому обществу и отключить здравый смысл нескольких поколений, надо разрушить историческую память, знание реального исторического опыта, заменить его искусственно сконструированным знанием. В ход идут книги, лекции, радио, телевидение, прессы, театр, кино. Строится иллюзорный мир. Он воспринимается как настоящий. А реальную жизнь человек воспринимает как неприятный сон. И уж реальностью становится срежиссированный для него мир. Геббельс писал, что пропаганда всегда должна быть простой и без конца повторяющейся. Теперь мы знаем, если вдруг начинают каждый день мусолить одну и ту же тему и употреблять одни и те же словесные конструкции – дело нечисто. Погромы сегодня называют демонстрациями протеста, бандитские формирования – борцами за свободу, а наемников – добровольцами. Также, согласно пропагандистам Третьего рейха, гестапо не арестовывало граждан, а подвергало предварительному заключению. СС не грабили собственность убитых евреев, а брали ее под надежную охрану. Вторжение в Польшу в 1939 году было полицейской акцией, а последующее убийство ее граждан стало экстраординарной акцией по умиротворению. Сегодня используются те же приемы. И вот перед нами уже не война, а антитеррористическая или специальная военная операция – зачистка территорий. Наиболее актуальными люди считают именно те проблемы, которые подробнее всего освещаются в средствах массовой информации. От того, как подается материал, на чем делаются акценты, зависит эта актуальность. Нам навязывают определенную картину мира. В России успешно раздули иллюзию угрозы стран НАТО. Из Украины сделали врага, желающего уничтожить Россию. Заодно на дальний план отходят проблемы самой страны. Безработица, повальное пьянство, социальное неравенство, нищета. Информация превратилась в инструмент власти, который влияет на интеллект, эмоции и волю людей. Её задача – заставить человека бояться внутренних и внешних врагов. Так обыватель сплачивается вокруг власти. Создание угрозы – одно из самых сильных средств манипуляции сознанием и отвлечения внимания общественности от махинаций власти. Народ теперь голосует не за лучшего кандидата, а за меньшее зло. Главное для пропаганды – доказать избирателям, что в случае прихода к власти вашего соперника жизнь ухудшится. В случае же вашей победы как минимум останется прежней. И, как писал один немецкий политик, выбор врага – это слишком ответственная процедура, чтобы доверять её воле случая. Главную роль в нашем мышлении играет стадный менталитет. Это и есть психологическая ловушка. Даже во время съёмок юмористических программ гости студии смеются и аплодируют на камеру. А потом их крупные планы монтируют, как реакцию на выступления коллег. Именно поэтому часто мы видим идиотское несоответствие улыбающегося лица, происходящему на экране. Психолог Роджер Фюллер установил, что фонограмма смеха заставляет большинство людей смеяться даже тогда, когда они знают, что смех искусственный. Итак, пропаганда – это систематическое распространение информации в целях влияния на общественное мнение. Тоталитарное государство, а теперь уже и свободолюбивая Америка благодаря полному контролю над СМИ наладили конвейерное производство пропагандистской продукции. Ещё Ленин приравнял идеологию к оружию. А к середине 80-х годов советская пресса ставила Рейгана на одну доску с Гитлером. Да-да, мы живём в эпоху пропаганды, но всё же сопротивляться ей можно. Надо всего лишь научиться выявлять её в общем потоке информации и самому решать, насколько совместимы внушаемые идеи с вашими собственными представлениями о том, что хорошо, что плохо. Социально уязвимые люди находятся в самом зависимом положении, но даже они могут научиться отделять зёрна от плевел. Самые эффективные средства против пропаганды – не столько образование, сколько способность критически мыслить, умение отличить фейки от фактов, проверка информации в разных источниках. И избавьтесь от пропагандистских каналов телевидения. Только так можно выработать иммунитет к пропаганде. Да, часто вера сильнее логических аргументов. Тогда могут помочь вопросы, которые выведут на логические пробелы и нестыковки. Это сложно, но можно. Да, новостной поток сбивает с ног, но стоит останавливаться и отфильтровывать от личных умозаключений готовые штампы и иллюзии, которые пытаются внедрить в ваше сознание. Недаром Бернард Шоу говорил, пропаганда не делает из людей идиотов. Она изначально на них рассчитана. Есть над чем подумать. Это очень кстати и актуально, особенно в свете предстоящих выборов, наверное, самых главных в современной американской истории. Мне остаётся поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели и звукорежиссёра Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего выборного вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 АМ Дэвидзон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Всё, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая – Валерия Коренная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова